добрый день уважаемые зрители видео канала планеты дзюдо я роман карасев и мы продолжаем наши субботние размышления о боевых искусствах и разум в нашем скромном театре под названием дзюдо телевизионном спектакле сегодня рустем андрей мы все практикуем боевые искусства дзюдо самбо ну и вообще комплексно изучаем физическую культуру и разные темы поднимаем обсуждаем сегодня тема простая как и само дзюдо искусство и как человек владеющий каким-либо искусством а в частности мы рассмотрим сегодня именно боевые искусства самбо дзюдо каратетом и что-то еще как это может влиять на человека и его деятельность в общественной жизни это может быть какая-то руководящая деятельность деятельностью семейное как руководитель семьи до человека ли там деятельности просто общественное как вывели каких-то общество будет и возить на организации или как человека управляющий каким-то обществом. Как это влияет на стиль управления? На стиль управления, на само общество, на развитие этого общества, которым управляются, управляет этот человек. Потому что... И мы хотим вот это обсудить с нашей точки зрения. То есть мы как исследователи, да? Некие такие. Может быть, кому-то это будет интересно и кто-то сможет свои комментарии оставить, или как бы дополнить наши мысли. Вот. Эта тема не сразу вышла. Она как бы давно уже у нас в наших субботних размышлениях как-то всплывала периодически. Мы все, в той или иной степени, занимаясь боевыми искусствами, занимаемся еще какой-то общественной деятельностью. Ну, допустим, я отец семейства. То есть я как бы управляю семьей. Каким образом я делаю это управление семьей? Использую ли я свои навыки дзюдо в управлении семьей? Или боевого искусства? Рустем тоже, да, глава семьи. Использует ли он эти навыки? Андрей, тоже глава семьи. И также у нас есть обычная наша деятельность, рабочая, да, какая-то. Рабочая деятельность. Ну, у Андрея, Андрей уже пенсионер. Ну, я тоже пенсионер, я обозвал. Где-то это сказал. Ну, вообще, в нашей какой-то деятельности, с точки зрения рабочей деятельности, как это, вот Андрей, допустим, может тоже поделиться своими. Помогало ли ему искусство дзюдо, самбо в делах этих Рустему. Ну, и вообще, как это, вот мы можем, как бы, затронуть в этом разговоре, может быть, других людей, с точки зрения, так сказать, общественных деятелей, культурных деятелей, которые так или иначе занимают... И прочих известных персоналей. Да. Ну, и при этом мы будем стараться быть абсолютно... по возможности честными, да, но открытыми, и придерживаться кодекса дзюдо, да, того, который был изложен. Уважение, дружба и так далее и тому подобное. Ну, что хотите сказать? Давайте. Я вступление сделаю. Кто хочет что-то начать... Если вы не против, я начну. Да, Андрей, как вообще это все влияет на твою жизнь и как ты видишь это вообще в мире? Ну, дзюдо и самбо, это такие очень похожие виды спорта, и они накладывают отпечаток на практикующих, конечно же, несомненно. Вот есть такое понятие, как спортивная злость, да? Это чисто спортивный термин, который ничего плохого, в нем только позитивные какие-то начало. Но вот эта самая спортивная злость может развиваться в разных людях, которые занимаются боевыми искусствами, принимать различные формы, да? Они, эти формы, могут быть и негативными. Вот я как человек считаю себя человеком свободным и могу рассуждать на любые интересующиеся темы, я могу привести такой вот пример. Вот первое лицо нашей страны, всем известно, когда происходили события на Болотной площади, а что там, собственно говоря, происходило? А туда просто люди пришли до того, потому что они не могли достучаться, находясь в этой стране, они не могли достучаться ни до кого. Они хотели что-то высказать, но им не давали такой возможности. Они обращались куда-то там в какие-то инстанции, с ними поступали неуважительно, им давали какие-то издевательские ответы. Но они, как нормальные люди, в конце концов решились на то, чтобы высказать там, да? И пришли на Болотную площадь для того, чтобы с одной простой, понятной всем нормальным людям целью высказаться. В ответ что они получили? В ответ они получили резиновой дубинкой по морде. Причем среди них были и люди пожилого возраста, и женщины, и всякие разные. Там без разбору всем дали по морде резиновой дубинкой и кирзовым сапогом, кому в живот, кому по другой части тела. Почему это было сделано? Потому что нашего первого лица, всем известного, вот эта вот спортивная злость, он пропустил ее через себя, и она трансформировалась, когда он стал управлять нашей страной, вот в таком вот виде. то есть люди пришли для открытого разговора, а он у него в мозгах трансформировалось, что это какая-то угроза, какое-то вот такое антигосударственное действие, на которое надо отреагировать вот таким вот образом. насилие. Да. Ну подожди, подожди, подожди. Ну это нормально? Это не нормально. Ну подожди, ну когда ты выходишь на татамин, или на борцовский ковер, любые действия твоего соперника, ты воспринимаешь как угрозу для тебя. Роман. А также и для твоей команды. Роман, смотри, вот ты сейчас говори, мы сейчас говорим о разнице между спортивной злостью, которая имеет определенные границы, определенные рамки, и она действует только в пределах татами. Понимаешь? Менять сознание людей, распространять свои правила на общее сознание людей, это вот как раз, если это происходит, то как раз и получается так. Когда люди приходят высказаться, а им за то, что они просто хотели высказаться, хотели быть услышанными, дают по морде резиновой дубиной и дают резиновым кирзовым сапогом в мягкое место. Знаешь, по аналогии, если ты хочешь с татами привести соревновательный процесс, то это по аналогии, когда начинается драком соревнований. То есть его, вот смотри, что я хочу сказать, что его сознание лично, этого индивидуума, было изменено в таком вот негативном виде. То есть ему, ему, на мой взгляд, занятие борьбой самбо, он начинал с самбо, это абсолютно, потому что он человек возрасте, и все начинали с самбо, да? И дзюдо на пользу не пошли, по моему мнению. Они, эти навыки, трансформировались в таком виде, он в таком виде начал применять. Он их так их трансформировал через свое воспаленное сознание, что от этого людям стало просто, вот люди получили вот такую вот реакцию. Смотри, есть, хочу немножечко, маленький комментарий, да? И мы знаем, что такое дзюдо. Если глубоко посмотреть, это некая такая система, которая была реформирована Кана, да? И в конце 19 века, в начале 20-го развита. Не просто как система дзюдзюцу, как система, которая готовит специалистов в области защиты, да? А именно как педагогическая система. Педагогическая, которая... Вот она и воспитала вовочку в таком виде. Смотри, Икана об этом говорил, то есть физическое там и так далее, интеллектуальное, нравственное воспитание, да через это. А есть еще, так называемая советская система вольного стиля, как она называется, борьба самбо. Борьба самбо была создана не с точки зрения воспитания такого образовательного эффекта, то есть не было смысла воспитать гуманного человека. Канна говорил все время о гуманности. Через занятие, практику боевыми самбо 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 а лучшая защита это нападение. Вот он этот постулат и принял на вооружение. Поэтому, значит, человек, который практикует, я просто хочу сказать, человек, практикующий дзюдо и человек, практикующий самбо, это разные люди по психологии. Он взял оттуда и оттуда. Если он самбо взял то, что он сейчас сказал я до этого, то дзюдо он взял как раз в эти обманки, ты понимаешь? Вот сейчас то оно сталкивается по всем, на любом уровне власти вранье. Сплошное вранье, ты понимаешь? Власть врет с любого своего уровня власти. Начиная с самого верху и кончая с самого меньшим. Понимаешь? Так вот, вранье это взялось, вот Вова трансформировал через себя вот эти вот обманные движения. То есть, что такое дзюдо? Мы все знаем, показал одно, делаешь другое, делаешь другой прием. Так он это развил в таком негативном смысле, что все его послушники, да, я имею в виду чиновников, он им вложил в голову этот принцип и они в возвращенном виде вот так вот ведут себя по сравнению, по отношению к своим гражданам. То есть, тотальное и бесконечное вранье. это второй мой пример, который подтверждает, что ему на пользу занятиями самбо и дзюдо не пошло. Потому что, я хочу сейчас закончить, потому что я знаю очень многих других людей, которым как раз все это и пошло на пользу, которые не утратили человеческого достоинства, которые считают, что врать нельзя, которые считают, что обманывать нельзя, и которые вообще считают, что уважение ключевое слово в отношениях между людьми. Он совершенно, он продукт этой системы, но продукт какой-то вот вродливой и в искаженной форме, в виде. Уважение один из пунктов кодекса чести дзюдоиста. Кодекса дзюдоиста. А нарушение этого принципа это уже тебя как бы отстраняет от той культуры дзюдо и той культуры боевых искусств, которые как бы должно быть. То есть, что такое кодекс? Кодекс, если ты не следуешь кодексу, ты как бы вне этой культуры. Нарушение уважения к людям, которые тебе даны в качестве тех людей, скажем так, о судьбе которых ты должен в первую очередь и больше всего как говорится заботиться, то это нарушение кодекса. То есть, ты уже вне системы боевых искусств. Если мы возьмем вот помнишь, мы ехали когда, и я говорил, что если мы возьмем вот этот кодекс бусидо или будо, все боевые искусства, в частности дзюдзюцу, из которого вышло кодокан, дзюдо и самбо, они были для кого? Самураи такой клан был, или класс людей, которые что делали? Они изучали это искусство для того, чтобы защищать своего вассала. То есть, они были своего рода телохранителями, защитниками некого человека и его собственности, его семейности. Феодальный строй. Да, они занимались этим вопросом. Они как бы их задача была любой ценой для себя лично сохранить жизнь и здоровье своего вассала, феодала, и его семьи, его собственности и так далее и тому подобное. В данном случае любой руководитель предприятия, страны, общественной организации, семьи по сути тоже своего рода самурай. Ну, допустим, я как самурай своей семьи, да, я должен охранять, сохранять здоровье, да, то есть, всячески использовать все способы для того и средства, чтобы сохранить свою семью, да, как руководитель семьи, как самурай. Я использую, конечно же, в своей практике принципы дзюдо. Конечно же, я использую такие принципы, как максимальный результат с наименьшими усилиями, с наименьшими усилиями и другие, другие, другие. О чем это говорит, как мы слепого одеваем, чтобы чай не остывал? Я хочу сказать, что на уровне бизнеса, на уровне семейных отношений, на уровне государственных отношений, человек, руководящий чем-то, он должен в принципе, да, чувствовать себя неким самураем, защитником. Разве не защищаем мы и разве наше искусство дзюдо, самбо не учит нас защищать? Или нас учили не тому? Или нас учили как бы больше физически, а вот те моменты, где нравственность, где интеллект, нас этому не учили. Физически научили, да, я показал технику в эту сторону, да, тот парень клюнул туда, обманку я ему сделал бросок в другую сторону, все, как бы на уровне физическом, телесном, я все сделал. А потом бах, мы, я там, как говорится, в недавнем интервью Чичеваркин там говорит, сделал технику, а потом душить, душить, душить. Ну да. Но я душить сколько должен? Судья уже дал и полминуту назад, а я все продолжаю душить. Сколько мне душить? То есть, здесь уже отсутствует растность. То есть, если я сделал технику и взял, и кстати, об этом Кана говорил, он говорил так, что захваты все в дзюдов, когда Канзюдо, они не называются болевой прием, или удушающий прием, а называется удушающий захват. То есть, я держу захват, но я не не наношу вреда. Я держу болевой захват, но не наношу вреда. И вот здесь ты хотел что-то добавить. Вот смотри, смотри, вот в спорте, в дзюдо в частности, когда ты показываешь одно, он реагирует, а ты делаешь потом другой барсук из-за совершенной реакции. Это это нормально. А в жизни, когда ты говоришь одно, конкретному человеку, а делаешь совершенно другое, слушай, это называется обман. А если это для спасения? Это называется вранье. Ну, хорошо, теперь вернемся к логике. Ложь во спасение. Ну, это все, ты знаешь, это все такие категории, которые, они больше в теории находятся. А вот в практической жизни, вот когда ты себя так ведешь, говоришь одно, делаешь другое, а при этом думаешь еще третье, то это никакие ненравственные, никакие неморальные и никакие уж ни в коей мере нечеловеческие категории. Вот это первое. Второе. Ты тут затронил защиту государства. Я знаю, откуда все это началось у него. У него было все очень просто. Он в начале своего управления хотел найти какой-то нормальный человеческий контакт с западным миром. Ну, запад в первую очередь тогда была Европа и Америка. он вел себя нормально, по-человечески, о чем-то договаривался, приезжал к себе в страну и исполнял эти договоренности. Какие-то договоренности были там, их выполнял. А это противная сторона, я имею в виду, они не выполняют по каким-то причинам. сейчас я образно выражаюсь. Он ждал терпеливо, потом проходили все сроки, он спрашивал, ему как лунчего отвечали, потом в конце концов он задавал прямой вопрос и ему отвечали. Ну, ты знаешь что, у нас цивилизованное европейское государство и для того, чтобы что-то исполнить, нам нужно там проконсультироваться там-то, вынести в Сенат и потом, когда Конгресс все это премия, тогда все это произойдет, понимаешь? он говорит, ну я-то исполнил, а у тебя варварское, у тебя деспотическое государство и поэтому ты вот щелкнул пальцем и любой твой приход исполняет, понимаешь? То есть его, подожди, его все время вот каким-то образом та сторона унижала, принижала, как ему казалось, понимаешь? Вот он так реагировал на вот это все. И в конце концов у него сформировалась вот эта вот стратегия защиты, сначала простой, потом агрессивной, более, более, более агрессивной. Потом он выступил за известную речь, когда он назвал именами в двух сторонах. А потом началось вот это противостояние. Противостояние началось, причем у него лично в голове началось паранойе. Паранойя и вот параноик начал противостояние. Вот это вот. И вот это вот до сих пор продолжается, причем параноик, который врет, который ведет себя вот таким вот образом, который в ответ на открытость посылает кирзовый сапог и дубинку, ты понимаешь? И все это происходило с ними в том числе, но кончилось это все тем, что, причем он первый начал информационную войну. Что такое информационная война? Информационная война, это когда здесь вопротивные стороны стоят, забыв о человеческом достоинстве, и ведрами поливают друг друга жидким дерьмом. И начал этот процесс, наша сторона, не наша, а вот представители, он дал отмашку, и ведра в ту сторону с дерьмом, с жидким, полетели, понимаешь? Они приняли этот удар, поняли, как с ними поступили, и начали противодействовать. А почему это произошло? Потому что все вот эти бойцы идеологического фронта, все вот эти господа, которые были готовы начать эту информационную войну, фамилии их всем известны. Они вот сейчас на наших каналах ведущие аналитики и ведущие все вот эти вот лица, которые там демонстрируют свою яркую политическую, патриотическую окрашенность. Вот они, потому что они почуяли бабло, что это гигантский проект, что на этот проект Вова отстегнет столько бабла, что еще и с лихвой хватит. И они ввязались в эту войну. Кончилось с тем, что Запад на эту войну ответил адекватными мерами. И они эту войну, называя вещи своими именами, просрали. И сейчас наша страна имеет в их глазах такой вот образ, созданный им, что вот эта страна, у которой руководитель ведет себя так, 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 которая, если надо будет, кого хочешь, даст команду поливать жидким говном, дерьмом, и ни при чем не становится. Это паранойя. И стуки вот тогда, когда его там с ним так обращались. Да, на мой взгляд, на такое обращение, конечно, надо было реагировать. Но реагировать надо было. Противостояние должно быть достойным. Я согласен, что противостояние должно быть. Но методы, которые он практикует, вот эти вот средства, которые он включает, они ни в коем случае не имеют никакого отношения к достойному противостоянию, к достойному отстаиванию своих интересов и докажет. Вот с тобой выходит на татами человек. Он начинает тебе делать... Это спорт. Это разные вещи. Подожди. Тогда получается что? Хорошо, спорт. Тогда получается что? Никакого отношения дзюдо, самбо в воспитании, так сказать, культуры человека, который потом будет, может использовать эти инструменты. Эту философию, эти техники, приемы какие-то, ну, такие, так назовем их, нереальные, да, физические, а теоретические, да? Как выведение взрывновесия, контратака, там, уход от болевого, от броска и так далее. То есть, получается, невозможно использовать. То есть, если мне делают жестко, я должен также жестко встречать. На эти вопросы мы дадим ответы после захода в парилку. Да, я уже брурурул, да, я уже холодно. Ну, парилка, это самое важное. Очищение. Да. Очищение. Вырубай шарманку.